Пришло время поговорить о бесшумном оружии. Разумеется, сегодня будет не объективней, не актуальной, но как обычно выпуск. Кирилл, лицо, блядь! Он не скрывает лицо, это же Кирилл из Штурмера! Кирилл, ты обманываешь людей! Поговорим о боевом, гражданском и инопланетном бесшумном оружии. Из чего состоит звук выстрела? Вы все и так знаете. Газы, раскаленные, расширяющиеся, стремительно выталкивают пулю. Это первый фактор, образующий звук. Большой взрыв! Помните наш видос про бесшумную АЭР-ку под калибр 9х39? Сейчас мы с нее бахнем. Вот там у нас находится стрелок, и стрелять он будет вот куда-то туда. Ну то есть в теории, если у него глушитель хорошо сработает, мы его почти не услышим. Услышим только лязг затвора. Сейчас он сделает два выстрела. У Арки, правда, есть одно проклятие. Она стреляет только тогда, когда камера не включена. Готовы? Если поговорить о бесшумном оружии, самое лучшее оружие, самое тихое, то, которое не стреляет. Итак, взрыв, который происходит внутри оружия. Часть газов вырывается наружу. Вот эта вспышка. Соответственно, мы слышим бум. И можно обратить внимание, у оружия с одним и тем же калибром, например, РПК, АК-74 и АК-ИСУ, чем меньше стволик, чем, ну, соответственно, оружие короче, тем громче будет выстрел. Это все из-за того, что газы, двигаясь по стволу, не успевают сгореть и выходят, и там, жух, выгорают быстро. Для этого и сделали глушители, чтобы они эти газы оставляли внутри и не пускали наружу. Но почему же сейчас ебанет два раза, и вы услышите выстрел, несмотря на то, что глушитель имеется? Слышно, да, было рикошетное решение? Круто. О, Боже! Откуда же звук выстрела? Глушитель разве не работает? Если пуля летит быстрее, чем скорость звука, происходит громкий-громкий щелчок. Чем быстрее пуля летит и чем она шире, тем громче она щелкает. Ну, там, конечно, совокупность факторов. Ее геометрия, вот эта вся дичь, которую тоже никого не интересует. И третий фактор звука, это сам вот лязг оружия. Механика работает, издает звук, и происходит вот. Поэтому, как минимум, вот такие выстрелы с кино. Они не объективны, потому что к этому нужно добавить вот этот звук. А, ну и еще звук попадания пули в саму цель. Это же может быть металл, это же может быть камень, это же может быть дядя Боря из Чертанова. Есть специальное оружие, военное, которое справляется с тем, чтобы заглушить все эти три фактора. Например, ну, винторез. То есть, у него встроенный глушитель в ствол, автоматика сделана таким образом, чтобы минимально лязгать. И у него боеприпас, достаточно тяжелая пуля с остальным сердечником. Летит хоть и медленно, меньше скорости звука, 330 с чем-то там метров в секунду, но при этом может нанести хороший поражающий эффект. И вот мы получаем достаточно тихий выстрел. Но вы понимаете, что любое оружие, любой выстрел, это как бы такая манипуляция параметрами. Да, мы можем убрать звук, но при этом также мы убираем убойность, дальность, там вот это все дичь. Был бы у нас винторез, конечно, мы бы вам все это дело показали. Но из боевого можно, конечно, попробовать достать 9А91, но это нужно переместить на 5000 километров вроде бы туда. О! Ну, настоящий нам, конечно, никто не даст, поэтому вот ММГ, СХП, реплика. Бесшумная снайперская винтовка ВСК-94 позволяет скрытно поражать снайперским выстрелом цели на дальности до 400 метров. Сделан он на базе автомата 9А91, но, смотрите, поскольку здесь планка под прицел, пришлось вывести предохранитель сюда, потому что у 9А91 он слева, чтобы большим пальцем манипулировать. Есть одиночный режим, предохранитель и режим автоогня. Почти как у М16. Подлезали западу, суки. Чем он отличается от ВСС-винтореза? Это более дешевое и более простое в производстве изделие, а также у него есть возможность снять глушитель и ввести, собственно, со снятым глушителем огонь. Не, ну в теории свинтореза так можно бахнуть. Да в теории с чего угодно так можно бахнуть. Болгаркой отпилить ствол. Несмотря на то, что он как бы дешевле в производстве, обработка, например, ствольной коробки на самом деле круче. У нас нет возможности снять сейчас винторез. Но у нас есть возможность напиздеть вам. А вы уж думайте, наебал я вас или нет. Цевьё здесь у нас только снизу. Сверху газовая трубка открыта. Если темпово стрелять, ну, конечно, со снайперки никто так не будет делать. Нагреется. Обязательно перчатки. Глушитель. Хер знает сколько сантиметров, но прикольный. Шахта магазина вот так вот приварена к коробочке. Имеет такую интересную форму. Да и магазины отличаются от винторезовских. То есть это просто прямоугольник, который любой школьник во втором классе на уроке труда сможет собрать. Ручка взведения на затворной раме. Вот такая вот. Её можно сложить для компактности или хер знает для чего. Целик здесь походу перекидной. На разные дистанции. Эргономика здесь обычная, калашовская. То есть дёрнул затворную раму и стреляешь. Когда курок не взведён, он не с первого раза передёргивается. То есть ты даёшь такое же усилие, как на калаше, и он, сука, вытыкается в затвор. Но при этом спуск действительно такой мягкий, нормальный. Ну, это же всё-таки снайперка, а не зубодробильная хуета. Бойцы здесь заклеивают всё скотчем, чтобы газы не летели. Потому что благодаря вот этой вот баночке газы все возвращаются обратно. Вы, конечно, скажете, а как же техника безопасности? Глаза, уши всегда. Да, это на стрельбище. А когда ты сидишь где-нибудь в укрепрайоне каком-нибудь, не всегда во время атаки ты побежишь за активными наушниками, очками, берушами и билетом охотника. А что, если стрянуть с него сверхзвуком? Давайте попробуем. Бля, как будто в лицо напердели. Даже с очками. А вот уже осечка. И магазин дымится. Короче, ВСК. Прикольная пушка. Воевать боя с ней, конечно, не стал. Наверное, его применение — это какой-нибудь городской бой. Возможно, даже просто, когда нужен хороший прицельный выстрел по какому-нибудь длинному коридору. Приклад отсоединяется так же, как у винтореза. А вот крышка стольной коробки совсем другая. Мы бы, конечно, с удовольствием показали разборку, но знаете, в чём дело? Эта херня заржавела или я не знаю что? В общем, это невозможно. И глушитель просто поворотом снимается. Поверьте. Нужно ехать на шиномонтажку, наверное, чтобы его там... Немного о применении подобного оружия в Вооружённых Силах Российской Федерации. Я служил в разведбате. Был штатным медиком в подразделении. У нас по штату у всех было вторичное оружие бесшумное. У кого-то вал. У снайперов были СВД или АСВК. И, соответственно, ВСС. У каждого по штату стоял пистолет ПСС. Но на него не было патронов. Что самое интересное? Оружие было, но, я могу сказать, в ППД непосредственно стреляли довольно редко. А если не редко, то вообще не стреляли. Стреляли только перед задачей. Если брать командировки в Чечню, то, соответственно, стреляли непосредственно на полигоне в Шалях, когда мы туда приезжали. Мы там целый день стреляли. Хоть усрись, блядь, этих патронов тьма. А непосредственно в ППД, так как патрон специальный, очень редкий, блядь, крайне редко стреляли. У нас, понимаешь, задачи были, вот по горам мы ходили, да, когда у нас, если у человека стоит в штате, вот у него АК-74 и вал, как правило, в горы всегда брали вал. Почему? Потому что дистанция стрельбы там очень маленькая, из-за кушерей, хуешерей, поэтому вала вполне достаточно было. Но у него есть существенный недостаток. У него магазин на 20 патронов, например. Патроны тяжелее. Вес, соответственно, БК у него тяжелее. Патроны, они довольно-таки дохера весят. Причем не считая того, что примерно в горы ты волокешь, блядь, не один БК, а один БК это 450, а порядка двух или полтора, это минимум. Причем у тебя магазинов 15 заряженных, а потом рассыпуха еще. Общевойсковой бой, если брать, не специальная именно задача, а общевойсковой бой. Там дистанции, блядь, 300-400 и больше метров. И вот это вот все там прицельное, там вертикальная стоечка, это все шляпа сраная. А банка, ну, в моем понимании, она в большинстве предназначена, чтобы вспышки убирать. Потому что сейчас прогрессируют всякие приборы ночного видения, они везде продаются и тому подобное. И по вспышке очень легко определить стрелка. Но я не говорю уже про теплоки, понятно, там он, блядь, видит, за хуй его гора, блядь, в этого, блядь, километров нахуй. Для снятия именно часовых, для бесшумного подхода и окружения там, например, бандгруппы. Нашли там, вот определили дневку или как, или базу, да, боевиков. И вот надо ее взять в кольцо, окружить. Там есть охранение. Вот, как правило, выходит вперед, снимают, блядь, охранение бесшумным оружием. А потом уже, когда основные силы взяли в кольцо и начинают там уже с автоматов пенить, стрелять. Ну, вот что-то типа вот этого. Но это мы говорили сейчас про оружие с интегрированным глушителем, да? Теперь говорим конкретно про так называемые глушители. Подозрительно много снега выпало в Калининграде. Что вообще считать глушителем? В законодательстве, как такового понятия глушитель нету. С другой стороны, посадить на бутылку вас могут, если вы будете использовать глушитель, который стоит на вооружении. Например, ПБС-1. Прибор для стрельбы патронами 7,62х39 УС из автоматов типа АКМа, у которого внутри есть сепарация и резиновая проставочка. Кстати, многие думают, что резинка нужна для того, чтобы глушить выстрел и запирать как-то газы. На самом деле, эта резинка нужна для того, чтобы обеспечить работу автоматики. Потому что заряда пороха в УС-ках недостаточно для того, чтобы затвор сам по себе откатился, если стрелять без прибора. А все остальное, это вовсе и не глушители. Это в простонародье банки. Их задача. Ну вот на примере гексагона. У нас тут есть расширительные камеры, а дальше много-много вот таких вот сепарирующих колечек с завитушками, в которых газы еще сильнее рассеиваются. И на выходе, по возможности, вспышка минимизируется. А если вспышка минимизируется, глушится по большей части и звук выстрела. Именно хлопок вот этот вот от газов. Поэтому такие банки, это по сути ДТК закрытого типа. То есть, по сути, дульный тормоз-компенсатор, который в том числе гасит вспышку. И в том числе при использовании дозвукового патрона, конечно, будет делать оружие бесшумным, но он не будет являться глушителем. Вот так вот. Не обязательно гексагон. Есть там роторы, есть там... Что у нас еще есть? Зенитка. Зенитка. Арбузы. Арбузы? Надуло накручиваешь, да? Название, да. Слушай, хорошая тема для видео. Ждем лета. Вот, но используя масляный фильтр, вот есть переходники, да, продаются. То есть, ты реально накручиваешь масляный фильтр и стреляешь. Хоть он не стоит на вооружении армии, к сожалению, было бы охуенно, да? Это могут подтянуть, как изготовление какого-то там прибора туда-сюда. Купив просто прибор обычный, все претензии, по сути, к производителю. А они там их сертифицируют, проверяют, доказывают. Это уже их заботы. Плюсы. Маскирует выстрел, частично снижает звук. Иногда можно стрелять даже без наушников. Можно стрелять, уперевшись там в разные препятствия, и не так сильно разлетающаяся вспышка будет влиять на окружение. Например, кусты будут меньше трястись, снег будет меньше разлетаться, песок будет меньше подниматься. Ну, он же компенсирует, получается, отдачу частично за счет вот этих вот сепараторов и так дальше. То есть, получается, стрельба становится стабильнее. Без минусов тоже никак. И это относится ко всем, опять же, банкам. Во-первых, увеличивается габарит оружия. Ну, это очень относительно. Мне, например, приятно. Любой глушитель, банка, что угодно, он часть газов оставляет себе, часть газов возвращает обратно и маленькую пусечку выпускает спереди. Поэтому оружие, на которое установлены глушители, оно быстрее загрязняется, и в некоторых случаях быстрее ресурс тратится этой пушке, она быстрее приходит в негодность, если постоянно и много хуярить с глушаком. Вал чистить — это пиздец. Или ВСС. Ну, говорю, принцип здесь одинаковый. Да, любое бесшумное оружие. Но пиздецовее ли, чем АК? Мы высаживаем 50 из АК с банкой и 50 из ВСС с банкой. Чистятся ли они одинаково сложно? Мне кажется, калаш легче. Калаш легче чистить, да. Инструкция — все-таки калаш — это калаш. Да. Я могу сказать одно «но». Вот, ну, говорю, я уже на пенсии, как бы, да, туда-сюда. И вот у меня есть сравнение. Я до этого никогда с гражданских патронов, с пятерок не стрелял. Но я могу сказать, пороха абсолютно разные — военные патроны и гражданские. От военных именно... Он меньше засирается почему-то. Я не знаю, там пороха, они полностью выгорают или что. А в гражданские патроны, блядь, вот говна внутри во много раз больше, чем ты стреляешь военными патронами с банкой. Как твои ощущения от гексагона с 36-м? Ну, я не знаю, ну, от зенитки меньше летело, въебало мне. От гексагона, блядь, прям выхлоп, хотя у тебя тоже буфер довольно большой стоит. Блядь, прям в глаз он вправо летит, до сих пор он пощипливает. Поэтому очки, уши, да, да, да. Очки, уши, очки, уши. Ну, уши не обязательно банка, а вот очки, да. Но это потому что калибры разные. У меня тут пороха больше, гораздо больше, да, получается. Возможно. Плюс качество патрона. Хуё-ве-е. Небольшая рекомендация. Берите обязательно сертифицированное от проверенных производителей. Почему? Потому что очень важно и качество изготовления, ну и, разумеется, меньше проблем с законом будет, очень важна соосность, чтобы банка сидела не криво. Накручивают люди банку, начинается падение СТП, то есть пуля летит куда попало, это из-за того, что пуля чиркает просто об банку. А вообще в самом херовом, конечно, раскладе событий банку вообще нахуй сорвет, блядь. Вы купили её за десятку, накрутили криво, а она улетит вперёд вместе со всем. Гексагон пока что делает вот такие вот баночки, которые просто накручиваются на дуло. А вообще есть интересная тема, когда банка накручивается на ДТК, который идёт в комплекте с банкой, и это вообще получается весело. А есть банка, которая накручивается на пламегаситель, который накручивается на ДТК. А есть банка, которая накручивается на дядю Борю, которого накрутили на бутылку. продолжая экспериментировать с банками тепловизорами приборами ночного видения приходим к следующему банка в случае пнв очень хорошо маскируем например вот без банки из банки но оригинал вы найдете у меня в инстаграме подписывайтесь ставьте лайки там если стрелять темпово она конечно же раскаляется начинается инфракрасное излучение и глазом банку не видно а в прибор ее видно она светится как фонарик но эта проблема решается различными чехлами на банке вот такие вы видели в интернете стройгом в магазинах и прочей дичи тему можно развивать еще конечно бесконечно можно говорить про снайперские дальнобойные винтовки с банками можно говорить про пистолет и ежепистолеты вообще бесствольные где выстрел глушится самой гильзы газы запираются в гильзе но это не так интересно не так распространено а вообще если резюмировать вот по большей части не бывает бесшумного оружия бывает наверно мало шумное оружие то есть если вы слышите термин бесшумное оружие поймите это скорее всего будет хотя бы вот так ну нет но погромче ай да ладно короче звучать это будет так на сто процентов выстрел не заглушить при этом не потеряв эффективности там стрельбы там короче точности и прочей хуйни да и не всегда в принципе громкая вспышка это плохо потому что при штурме например помещение это даже круто и короче ребята каждый дрочит как он хочет с вами были мы это именно то есть мы и подписывайтесь и лайки там это сам в instagram заходите конец 5 серии 7 сезона волшебного сериала про тупых людей в масках поехали подожди как вы поехали конец видео уже дать а